Целая галерея жанучных копиалюшиков проставлена у Гомельским палацово-парковым ансамбле. Белорусская гильдия майстров и ромесников запросила до удела у выставе признанных творцев, уделников республиканских и международных выстав. Усе уборы ручной работы. Наталья Игнатенко примерила копиалюшики розных стилев и эпох. Были часы, коли копиалюшики лечились обовязковым аксессуаром жанучных гардероба. Выходить у людей с непокрытой головой было непристойно. Сёня ж гэтый галавный убор худшей арт-объект на грани мастацкой фантазии и реального життя. Самая смелая и расшучшая модницы носить копиалюшики у наши дни. Жанучный образ без копиалюшика выглядая неак незавершенно. У им кокетливо. А вось у таким роскошным галавным убором жанчина первого дворается у саправдной леди. Модные копиалюшики у английским стиле надают эксцентричности своей уладальнице. Ретро настроивая на инши лад и добро гармонируя со стилем 20-х годов минулых астагодзе. Однако пильный погляд прохожих на улице вам буде гарантованы, якого б фасону не был головный убор. Створальники выставы «История одного копиалюшика» собрали некольки десятка у аутарских работ. От стилизованных копиалюшика у часа у НЭПа до сучасных у стиле фэнтези. Вы знаете, когда мы готовили эту выставку, мы сразу ориентировочно представили, что у нас она будет делиться на три категории. То есть это историческая шляпка, шляпка носибельная на сегодняшний день и улыбка мастера фэнтези. Поэтому я именно к этому дню создала коллекцию под названием «Волшебный лес». И вот эта шляпка, она предназначается для девочки. Вот сюда можно делать ее хвостик длинный. Но когда мой папа сказал, говорит, Свет, ну такие же шляпки никто не оденет. Говорю, папа, посидишь, какое счастье. Вот так вот сидят, говорю, в бане компания. Вот таких веселых шляпок. Это действительно улыбка мастера. Поэтому как хотите, так и воспринимайте. С получения работ разных стилей и техник дозволяя просочить, как на протягу некольких историчных эпох менялись формы, конструкции и упрыгоживания галонных атрибута жанучего образа. У разные часы на вершине модного олимпа выходили разные копиалюшики. Экстравагантные – те стиплые. На выставе в Гомельском палацево-парковом ансамбле представлены уселяки на любых уст и колер. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Для меня, естественно, они как дети, все дороги, все очень любые. До определенных пор я тоже считала, что к моему лицу абсолютно не идут шляпки. Вот когда я их начала делать, а в основном я делаю одежду, но шляпу как бы тоже под заказ делаю. Я сделала, я ее примерила и поняла, что как бы есть модели, которые идут. Вообще, конечно, лучше обратиться к мастеру, который занимается непосредственно изготовлением шляп. Я думаю, что они подберут вам фасон, который идет к вашему овалу лица, к вашему типу, цвету волос. Кожный из выработал твор мастерства, который радует его к мужчине и делает его кошелек более легким. И какими бы материалами не был упрыхоженный холодный убор, с разными перьем цистушками он должен сделать свою владельницу неполторной. Наталья Игнатенко, Валера Ихапанько, Телерадуя, компания «Гомель».